Зрячая математика. Еще не так давно производители смартфонов стремились подчеркнуть, какой замечательной камерой снабжена та или иная модель. Пользователи хвастали количеством мегапикселей и полагали, что чем чувствительнее матрица, тем лучше она будет снимать. На самом деле развитие возможностей смартфонов в области фотографии пошло по другому пути. Не так важно, какая у вас стоит камера, куда важнее, какие алгоритмы ей управляют. Рассказываем о возможностях вычислительной фотографии, превращающей обычный смартфон в настоящую фотостудию. Традиционно цифровой снимок, в том числе снятый на смартфон, представлял собой довольно простую операцию. Камера, или дотошный фотограф, выбирает параметры съемки, после чего матрица начинает записывать падающий на нее свет. Получившееся сырое изображение можно было обработать, добавив ему резкости или немного подправив цвета фильтрами, а можно было выложить в Instagram в исходном виде. Однако сегодня в мобильной фотографии применять термин в исходном виде фактически бессмысленно. Дело в том, что кадр, доступный в галерее сразу после съемки, это на самом деле продукт многостадийной обработки алгоритмами, и именно от них, а не от матрицы или объектива, в первую очередь зависит качество получившегося снимка. Google поделится. Эту концепцию принято называть вычислительной фотографией. Она подразумевает, что алгоритмы способны заменить собой такие аппаратные средства, как как длинофокусный объектив или матрица со широким динамическим диапазоном, а то и значительно улучшить их характеристики. Многие методы, применяемые в вычислительной фотографии, или лежащие в их основе принципы разработаны уже давно, но именно в последние годы они, наконец, стали доступны пользователям самых обычных смартфонов. Кроме того, как и во многих других сферах, резкий прогресс в качестве мобильной фотографии произошел благодаря развитию алгоритмов машинного обучения и росту мощности мобильных процессоров. В сущности, простое программное повышение резкости снимка, которым многие производители смартфонов увлекались, порой и чересчур, много лет назад, формально относится к вычислительной фотографии, потому с его помощью разработчики компенсировали низкое качество объектива или отсутствие стабилизации. Но, конечно, странно было бы называть столь банальную функцию стартовой точкой расцвета вычислительной фотографии, уподобляясь глазу. Настоящий переломный момент должен быть связан с внедрением технологии, способной дать технике качественно новые возможности, намного превосходящее элементарное улучшение объектива или других частей камеры. Такой момент наступил, когда в смартфонах начали применять алгоритмы HDR – High Dynamic Range. Расширенный динамический диапазон. Динамический диапазон означает способность матрицы отображать в одном кадре как очень светлые, так и очень темные участки. Например, когда мы выходим днем на улицу и распахиваем подъездную дверь, мы видим как темные стены подъезда, так и гораздо более ярко освещенную улицу. Однако для фотоматриц, тем более мобильных, с такой же ловкостью совместить яркие и темные участки на одном снимке все еще достаточно сложная задача. Для таких ситуаций давно придумано решение брикетинг. Суть его заключается в том, что фотоаппарат делает не один, а два или больше кадров с разной экспозицией. Часто применяется схема с тремя кадрами. Экспозиция первого кадра оптимальна для усредненного по яркости снимка, второй кадр сосредотачивается на его темных областях, а третий на светлых. Кадры делаются быстро, поэтому их нетрудно сразу же наложить друг на друга, соединив в одну качественную фотографию. На ней, конечно, останутся более темные и более светлые области, но не будет пересветов и черных пятен. Получившийся снимок сохранит детали на всех частях кадра и будет показывать мир примерно таким же, каким его видят наши глаза. В современных смартфонах простой вариант. HDR появился давно, но разработчики, естественно, не остановились на достигнутом. В 2013 году Google представила смартфон Nexus 5 с алгоритмом. HDR Plus из названия ясно, что это прокаченный. HDR под его руководством камера делает большую серию снимков с одинаковыми параметрами и одинаковой для всех короткой выдержкой, так чтобы все кадры получились недосвеченными. Затем алгоритм выбирает самый четкий снимок и принимает его за основу. С ним совмещаются все остальные с учетом их яркости так, чтобы в результате получился четкий снимок, во всех областях которого можно разглядеть детали. За счет дрожания рук дальнейшее развитие. HDR в основном пошло по этому пути и перекочевало в ночной режим, заменив длинную выдержку. Во-первых, совмещая несколько кадров, алгоритмы достаточно эффективно убирают с них шум, неизбежно возникающий при съемке темных сцен. Во-вторых, чтобы снять множество кадров с небольшими выдержками, не обязательно ставить смартфон на штатив. Можно держать его в руках, пусть даже на создание снимка требуется пара секунд, за который раньше снимок обязательно смазался бы. Забавно, но оказалось, что небольшое дрожание рук во время съемки может быть даже полезно. Разработчики Google научились использовать этот эффект во благо для повышения точности передачи цветов и детализации. Работу этого алгоритма можно описать довольно коротко, но для начала необходимо вспомнить устройства большинства фотоматриц. Они представляют собой огромную сетку из фотодиодов, каждый из которых выполняет простую работу, регистрирует падающий на него свет. За цвет в матрицах отвечают накрывающие фотодиоды фильтры определенных цветов красного, зеленого и синего. Обычно в матрицах цветофильтры чередуются подобно клеткам шахматной доски. Цвет каждого пикселя рассчитывается, исходя из значений нескольких соседних фотодиодов. Это неизбежно приводит к потере точности цветопередачи. В некоторых режимах камера Google Pixel не прикидывает значения цветов по показаниям соседних пикселей, а просто совмещает несколько снимков, заполняя пустые значения цветов на фотодиодах. Снимок ночного неба, сделанный на iPhone 11 Pro. Съемка со штатива не так показательна, как съемка с рук. Но даже на штативе смартфон двухлетней давности мог выдать гораздо худшую картинку, потому что алгоритмы современных ночных режимов значительно вытягивают темные места и подавляют шум, совмещая несколько кадров. В смартфонах Google Pixel последних двух лет с последней версии приложения появился отдельный режим для съемки звезд, работающий немного иначе. В своем блоге разработчики Google раскрыли технические новшества этого режима. Pixel может тратить на создание одного снимка до 4 минут, снимая до 15 снимков по 16 секунд каждый. Кроме того, камера размечает объекты в кадре и, например, применяет отдельный алгоритм шумоподавления для неба. Судя по снимкам пользователей, разработчикам удалось сильно повысить качество шумоподавления без потери деталей, хотя, к сожалению, компания не раскрывает, как им это удалось. Все тем же программным образом разработчики устранили и такие типичные недостатки цифровых матриц, как темновые токи и горячие пиксели, удаляя бракованные пиксели со снимка. Не теряя мгновений. Фильтрация горячих пикселей и темновых токов на матрице Google Pixel Google поделится. Ночной режим очень впечатляющая функция, но в реальной жизни для обычного пользователя от нее мало пользы. Поэтому усилия разработчиков сконцентрированы прежде всего на мелочах, улучшающих обычные дневные снимки. Во многих флагманских смартфонах программно реализована околонулевая задержка затвора. Это значит, что после нажатия на кнопку камеры смартфон не задумывается на какое-то время, а запечатлевает именно нужный момент. Дело в том, что, когда пользователь открывает камеру на Pixel, современных iPhone и некоторых других смартфонах, камера уже начинает делать снимки и записывать их в кольцевой буфер. Поскольку буфер не бесконечен, его приходится постоянно перезаписывать и, конечно же, камера не сможет взять из него снимок, сделанный в фоне минуту назад. Но, к примеру, то, что произошло полсекунды назад, она вспомнит и выдаст пользователю кадр, снятый в момент нажатия на кнопку, а не спустя некоторое время. Еще одна область, в которой смартфоны отчасти заменили камеры с большими объективами, это портретная съемка. В современных смартфонах камера может имитировать характерное для профессионального фотооборудования размытие фона за человеком. Для этого смартфоны, как правило, используют нейросети, способные распознать человека и отделить его от фона, после чего еще один алгоритм размывает фон, не трогая человека. Поначалу такие алгоритмы допускали неровную обрезку, особенно в области волос. Но затем на помощь пришли аппаратные средства не объективы или матрицы, а мощные процессоры, позволяющие делать все вычисления в реальном времени или хотя бы в течение нескольких секунд, потому что многие пользователи вряд ли готовы ждать дольше. Григорий Копиев Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова